Всем привет, этот момент наступил, наконец-таки я доснял, напольники уже готовы и готов вам показать все, что мы сделали с ними. В течение этого года буквально под каждым роликом находилось несколько людей, которые вспоминали то самое видео про напольники и спрашивали, где напольники, где домашка, когда это все будет. Еще вспоминаю даже позапрошлый ролик про домашнюю акустику, я там обещал рассказать про усилители, но в итоге это видео тоже не вышло. Ну и про розыгрыш я не забыл, в этом видео мы все-таки разыграем этот Machete Fighter, но приз будет только один, давайте постарайтесь, с напольниками мы постарались, а от вас комментарии под роликом, подписочка и лайкос и вот такой сап Machete Fighter будет ваш. Ну и давайте начинать смотреть весь процесс производства наших колонок. Сейчас у нас будет покраска, колонки уже подготовлены, вот он Олег, который фигурировал в одном из видео, это новый человек в видосах, но не новый для нас, потому что он постоянно с нами за кадром, даже на Кадиллаке там подкрашивал что-то, да? Что-то да, было. Было, а вот эта золотая булочка, которая нам сегодня сделает колоночки, которые вот они вышкурены, все в идеале. Будем их красить какой цвет? Беленький глянец. Беленький глянец, флаг, понты, будем какие-нибудь добавлять, блестючки? Нет, ничего, классика. Классика. Белый, да. Сейчас вы увидите полный покрас и преображение колонок из подготовительной версии в итоговый внешний вид и последующую сборку, наконец-таки. Дым из автомата горячо, я уже что-то поднял, а мне так хочется еще. Тогда я двигаюсь по городу, спокойно, ну и чё? Будешь долго говорить, тебе отрежу язычок. Кома, кейк, эталон, свежий стиль, вот ради ролл, я разорвал танцпол, сияю ярко, видишь орел. Мое сердце лёд, чтоб достучаться, нужен ли такой, если хочешь подраться, пацан, то готовь своё. Классика, колясо крутится, все, что хотел, обязательно сбудится. Мы получаем все то, что мы трудимся, пока улевки по кругу подуются. Сон, западел, если голова плавится, пособие боится, мне это нравится. Делаем силы, мы не поддаемся, тянется, крутится, тянется, тянется, тянется. Я ныряю с головой, потерял самоконтроль. Обращаемся с игой, подниму за упокой. Я ныряю с головой, пока еще молодой. Заберу величинной, да я парень боевой. Если, если хочешь с нами, сучка, то сходи на фит, мэр. Фуле, хуле, думал на пол, поскопались, гирь, мэр. Хватит это файдер, мэр, должен делать прям, мэр. Деньги, визги, бич, вынес в музыкальный бизнес. Дым из автомата горячо. Я уже что-то подняла, мне так хочется еще. Тогда я двигаюсь по городу спокойно, ну и чё? Будешь много говорить, тебе отрежу язычок, чё? У нас здесь на самом деле в магазине происходит ремонт. Решили обновить Альфа-Атшоп. Вот и будет вообще все красивенькое. Сейчас вот у нас тестовый запуск колоночек от стенда. Стенда этого не будет, будет новый стенд. И вообще вот так смотришь на самом деле, поставить диван есть, вторая колоночка, плазму повесить и, блин, вообще такая зона. Кальянку здесь откроют. Кальянку, да, открыть. Ну и вообще как бы... Пошла движ. Кальянку, да, открыть. Кальянку, да, открыть. Кальянку, да, открыть. Ну вот чё-то это, что-то там, смотрите. Когда поставим усиление, каждый из компонентов будет. Все отлично. Наши напольники полностью готовы. Теперь перед нами встал вопрос, как размещать усилители. Было много идей. Я думал сделать и стол какой-нибудь прозрачный, чтобы было видно именно инсталляцию усилителей. Либо этажерку сразу, все с питанием. Но потом пришла одна замечательная мысль, поскольку никто никогда не устанавливал автозвук в компьютер. Поэтому сейчас перед вами вот этот замечательный конкурс от Thermaltake X71. Это Full Tower. Супер громадный корпус. Вот это мой личный корпус. Я им пожертвовал для того, чтобы у нас была красивая инсталляция. То есть все усилители мы разместим внутри с подсветочкой в стиле ПК, чтобы с кнопочки у нас все включалось. Причем в нижнем отсеке, причем кайф именно данного корпуса. В нижнем отсеке у нас огромное количество мест, куда расположится и блок питания, и можно расположить сами вот эти маленькие АГМки. То есть это полностью у нас будет такая автономная станция усилительная, где и процы, и уси будут закреплены внутри с подсветочкой. Будет просто... Согласны? Нормально ли? Ставьте лайк. В чем вся суть? В любом компьютере должен быть процессор, поэтому здесь будет процессор у нас Мачете М8 ДСП. Дальше, чтобы это все было у нас максимально красиво, все усилители у нас будут вот таким способом развиваться. Здесь вот так будем это делать, подсветочку, и ставится именно внутрянкой наружу. Это у нас материнская плата. А именно оса 1000 на 2, которая сюда вот таким образом вот так вляпс залетает, и уже компьютер начинает иметь свой вид. Тот усилитель, который будет расположен у нас, то есть вертикально, здесь вот такая фанерочка, заготовочка, которая будет еще дополнительно покрашена, чтобы ее минимально было видно. И, соответственно, крепление усилителя у нас будет происходить через стоечки. Через стоечки и снизу поддержка, чтобы это все надежно стояло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас промежуточный этап получается. Смотрите, что получилось. Компьютер уже выглядит бомбой, но здесь еще много работ нам надо провести над тем, чтобы он действительно повторял полностью ПК. Как и в любом компьютере у нас будет процессор в роли M8 DSP, чтобы разрулить сабвуфер с медом, пищалкой и серединой. Это обязательно пока еще думаем над его расположением. Но на самом деле здесь в FullTower места у нас достаточно. Прямо прям действительно за глаза, потому что видите, какой конфиг здесь разместился. Сейчас в нем расскажу. У нас это все дело будет, конечно же, автономно, иначе какой смысл. Поэтому у нас есть блок питания на 160 ампер. Если нам его будет мало, конечно, еще поставим второй. Он сюда отлично вот таким образом помещается в штатном. Здесь еще можно разместить несколько АГМ, как такая буферная зона. Теперь материнская плата. Какой у нас конфиг? Это ОСА 1000 на 2, который будет идти на медбасы с огромным запасом. На самом деле здесь его можно было бы и по доступный усилитель выбрать. Но сюда мы его поставили не только ради звучания и крутого контроля меда, но также потому, что он идеально по габаритам повторяет размеры материнской платы. Видеокарта. Это у нас моноблок MFA 1500 на 1. Да, сабвуферное звено у нас будет играть именно в монорежиме. То есть на два саба Мачете 8 идет моноблок. Ну и чтобы раскачать серединку с пищалкой, Мачете Лайт 220 на 4, по-моему, мы сюда поставили. Вот это у нас аудиокарта получается. И действительно все это со стороны выглядит как полноценный компьютерный корпус. Не знаю, в интернете я еще не видел, что так кто-либо делал. Еще много нам дел по визуальной составляющей. Разводка проводов сейчас у нас начнется. То есть РЦАшки у нас будут по одной стороне. Сила у нас по другой стороне. Силовыми сейчас попытаемся извертиться, чтобы это круто выглядело. Ну и конечно же сюда еще необходима покупка трех вентиляторов вверх с подсветкой. Трех-четырех на переднюю панель. Одного вентилятора назад. И это все загорит. Плюс, естественно, светодиодная подсветка изнутри. Так что давайте продолжать собирать наш монструозный компьютерный корпус. Сейчас примеряем процессор. Лимончик, тебе нравится? Да. Кайфуешь от компа? На самом деле, вот задача у нас что? Чтобы все линейники, все линейники просто уходили сюда. То есть здесь будем мы засверливать отверстие и все вот сюда выводить. И под размер, под размер, соответственно, все обрезать и припаивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поступила финальная часть сборки нашего ПК. То есть технически все это работает. От одного блока питания 160-амперного нам здесь не понадобились какие-то дополнительные АКБ. Мы запустили, протестили, поет просто песня. Интересная реализация, я считаю. То есть вообще полностью автономная. С процессором по блютузу подключается. С телефона все настраивается. С телефона все поет. Просто в розетку воткнул. И у тебя реально крутая домашняя аудиосистема собрана полностью на автозвуковых компонентах. Это было очень важно. Визуально хотелось приблизиться к моддингу ПК. Там а-ля сделать водянку. Поэтому сила, с помощью которой подключены три усилителя, они выглядят а-ля трубки под СЖО. Линейники мы просто увели назад, то есть на заднюю часть корпуса, чтобы их не было видно. Там можно навести красоту. Может быть наведем, а может быть нет, потому что задней стенкой все закроется. Ну и здесь, сейчас покажу, стоит, собственно говоря, сам процессор. Вот он, Мачета М8 ДСП, у которого заведены все линейники от усилителей. И он является сердцем аудиосистемы и все настраивается. Нужно дать вентиляции, чтобы все это дело хорошо продувалось. Пихаем сюда максимальное количество вентиляторов. По штату сюда помещается 3, 3 и на выдув 1. Если получится больше, запихнем больше, потому что я купил их, чтобы 10. Вентиляция будет осуществлена с помощью кулеров, которые через вот такой блочок все регулируют. Подуваемость и внешний вид будет шикарно. Это, конечно, все RGB. То есть можно любую подсветочку сделать, любого цвета. Сколько у нас здесь нет материнской платы для управления всем этим делом. Хотелось, чтобы это все с пультика. Ну, собственно, все с пультика. И регулируются и обороты вентилятора, и подсветка, и включить-выключить. Продолжение следует... Смотрим, что у нас получилось с колонками. То есть они полностью выкрашены в белый цвет. Идеально смотрятся. Лучше, чем магазинные варианты. Если вы вдруг находитесь недалеко от Альфард Касамса, мы находимся в Оксае. Велкам, заходите. Можно все это дело пощупать, послушать и посмотреть вживую, заценить. Но вообще, изначально при построении, какая была концепция? Чтобы у нас были мощные напольники, благодаря которым нам бы не нужен был сабвуфер, чтобы его где-то еще размещать в комнате. Поэтому мы сделали четыре полосы. Саб-восьмерочка, мачете. Мидбас-арнольд, чалочка-мачете. И СЕ Сильвестра. Это достаточно громоздкие колонки, которые, по сути, можно размещать возле телевизора и иметь такой, нифига себе, какой домашний кинотеатр. Продолжение следует... В итоге у нас восемь кулеров, которые нам дают не только внешний вид, но и, конечно же, отличную вентиляцию, поскольку в маленькой, относительно маленькой коробочке стоят три уся, и они, конечно же, греются. Сейчас все отлично, даже на протяженном долгом валеве температуры бомба. Все стабильно будет работать в любую жару. По блоку питания 160 А, который у нас установлен здесь за сеточкой, 160 А нам хватает. Просадка 13 вольт. Больше для нашей реализации напольников на самом деле и не нужно. Еще хотелось, чтобы это все автономно играло, чтобы не ставить головное устройство, потому что это уже какой-то колхозинг был бы. Поэтому мы использовали наш процессор М8DSP. К нему по блютусу можно подключиться напрямую в него и воспроизводить музыку. Есть приложение, которое можно скачать с нашего сайта. И абсолютно все те настройки, которые вы делаете на компьютере в М8DSP, можно сделать с помощью вашего телефона. Установили приложуху, все срезы, все абсолютно, весь функционал есть на телефоне. Поставил, отошел, сел в месте прослушки. Это все настраиваешь, как тебе нужно, на твой вкус. В общем, вообще бомба. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Мы настроили с помощью протца. Идеальный баланс. Баса на самом деле достаточно. В угол комнаты отходишь, вообще там у нас на складе все дребезжит. Настолько действительно мощно получилось. Играет абсолютно сбалансировано, ровненько. Кто там будет приходить в комментарии и говорить, что эстрада не может играть нормально, приходите к нам, реально послушайте. Что можно еще добавить к ним, это конечно же сделать из этой системы не 2.0 систему, а сделать еще тыловики, сделать центральный канал, сделать сабвуферное звено и разместить здесь, чтобы вообще наш магазин расшатал охлам. Так что если вам эта тема интересна, пишите, поддерживайте лайком. Вопрос с видео с напольниками закрыт. Вопрос с реализацией автомобильных усилителей дома закрыт. Пишите ваши комментарии, что делать дальше. 2.0 систему домашнюю, 2.1 сабвуферное звено. Если мы наберем 5000 лайков, то и сабв будет ваш. И мы продолжим делать вот такие крутые музыкальные аудиосистемы. Все расчеты дальних данных напольников есть в прошлом видео. Антоха как всегда все это записывал, я вам показывал. Поэтому про размеры не спрашивайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok